Вся улица словно одна большая лужа. Моросящий дождь, тающие сугробы и мытищи постепенно превращаются в Венецию. Осташковское шоссе на протяжении недели находится в плену у водной стихии. Подобные видео продолжают приходить в редакцию. Решение этого вопроса обсудили на оперативном совещании в администрации муниципалитета. Проблема существует и устранить ее так быстро, как бы нам всем присутствующим хотелось не получается. Какие мероприятия проводятся и как мы себе это видим дальше в ситуации? Мы прорабатывали разные варианты. В том году мы предлагали, в том числе МОС Автодору, подготавливали проектные решения по сбросу этой воды в ливневую канализацию. Потому что, конечно, основная проблема, что этот участок дороги занижен, и там нет централизованной ливневой канализации на данном участке. И в рамках реализации как раз того проекта, который я озвучил, четвертой конституционной кампании, данный участок, он включен в проект. И в рамках работы схема будет изменена. И я думаю, что данную проблематику мы с ней сталкиваемся в последний год. Попрошу вас выехать на данное место, посмотреть, как мы еще с привлечением подрядных организаций, ресурсоснабжающих организаций, посмотреть, как эту ситуацию приостановить именно на данный момент. Потому что, понимая, что другого пути объезда нет, и жители, которые проживают у нас в императорских мытищах, мытищи лад, конечно, попадают в такую зону, из которой они просто не могут выехать. Размытые улицы и дороги повлекли за собой километровые пробки. Откачка талых вод продолжается ежедневно. В сутки специалисты выкачивают до 200 кубометров. Разгрузить центральную уличнодорожную сеть позволит новая автомобильная дорога Виноградово-Болтино-Тарасовка. Ее строительство уже началось. Большой транспортный объект, который существенно разгрузит территорию города в связи с тем, что снимет фактически транзис транспорт. То есть можно будет с Митровского шоссе до Ярославского шоссе доехать именно по этой транспортной развязке и разгрузить те дороги, которые нас привлекают в основном к нашим сельским территориям. Помимо этой транспортной развязки, в этом году в округе планируется сразу несколько мероприятий по улучшению транспортной доступности. Так, в третьем квартале водители смогут в полной мере оценить преимущество путепровода Мира Фрунзе. К осени будет запущено движение по постоянной схеме. Также до конца года специалисты планируют завершить строительство развязки МКАД Осташковское шоссе, а уже весной начать реконструкцию дороги, ведущей из Пироговского. Строительство за собой внесет определенное время неудобства. Если мы с вами говорим о том, что мы даже увеличиваем полосы, как это привели пример Олимпийский проспект, какое-то время, вы понимаете, при зауженных полосах, когда будет проводиться работа, это будет доставлять еще больше неудобства, особенно в летнее время. А работы у нас начнутся как раз в мае месяц. И к этому, конечно, морально, даже морально, должны быть все готовы, в том числе и жители. Но этот момент нужно всем пережить для того, чтобы город в дальнейшем у нас с вами поехал. Помимо масштабных дорожных работ, в Мытищах продолжается ямочный ремонт. С начала этого года уже отремонтировано почти 800 ям. В ближайшее время обновления дорожного покрытия ждут улицы Колпакова и Семашка. Позитивные перемены вскоре коснутся и весь округ. Сейчас в Мытищах идет активная подготовка к месячнику благоустройства. Ремонт ограждения, опиловка деревьев, обновление дорожной и велосипедной разметки. После зимы в генеральной уборке нуждается весь город. В рамках субботника выявляются сломанные аварийные детские игровые площадки для проведения работ, обматывают сигнальные ленты и размещаются листовки о сроках проведения работ. Это рекомендация Министерства благоустройства. На самом деле мы ежедневно проводим мониторинг состояния детских игровых площадок. Если есть те элементы, которые повреждены, мы оперативно меняем. Но в рамках месячника благоустройства мы данной работой будем еще более активно заниматься. Содержанию детских площадок и придомовых территорий предстоит уделить особое внимание, говорят коммунальщики. Однако внести свой вклад в чистоту своего города может каждый на общеобластном субботнике. В этом году для него выбрано 11 основных площадок. 9 из них будут организованы вдоль набережной реки Яуза, а также в Танинском парке и в Леонидовке. Жители должны участвовать в жизнедеятельности города. Тогда это будет ценно. Если каждый из нас как минимум 16 числа выйдет во двор с граблями или с метлами, то, поверьте, бросить лишнюю бумажку во дворе уже не захочется. Поэтому надо людей максимально вовлекать в этот процесс. Особенно если это дети вместе с родителями вышли в прекрасный субботний день, поучаствовали в субботнике. Я думаю, что и летом мы с вами будем жить в абсолютно чистом городе. Общий областной субботник пройдет 16 апреля. Помимо основной части, мутичинцев ждет праздничная программа. А те, кто в этот день сдаст вещи на переработку в мегабак, получат интересные призы.